Абелев Георгий Александрович, скажите по практике, как много у вас дел в течение года, 5 лет, которые по косвенным доказательствам вы по суду довели до верхней точки, до решения, которое к исполнению. Окончательного решения. Спасибо за вопрос. Вы знаете, это практически 90% дел у нас с косвенными доказательствами. Я же говорю, что когда у нас есть прямые доказательства, это прям подарок для антимонобольной службы, эти дела проще расследуются, ну и для судов, которые привыкли к прямым доказательствам, им проще и так далее. Но это, скажем так, редко. В основном это все-таки комплекс анализа рынков, комплекс изучения цен, последствий для рынка, ущерба и так далее. Нет, таких дел немного, но я же вам говорю, что вот такой вот, чтобы на системной основе мы сидели бы и только вылавливали картели, конечно нет. В основном это либо вот прям вот на поверхности при рассмотрении жалобы, а жалобы, вы же понимаете, мы же не отсматриваем все жалобы, только те, которые к нам поступают. Вот. Либо это материалы силовиков, либо это передача с центрального аппарата какой-то информации. Так, еще есть вопрос. Ольга Викторовна, Павел Остапенко, адвокатское бюро СТЛ. Вот повторю вопрос, который в кулуарах как раз обсуждали, видя на слайдах межведомственное взаимодействие. Почему МВД видит любое антиконкурентное соглашение как картель, а вы способны дифференцировать антиконкурентное соглашение? Ну, я уже вначале сказала, да. Ну, для них, наверное, вот Вячеслав Александрович даже лучше все-таки он эту систему изнутри знает. То есть у них немножко, да, у них другая история, у них другой подход, цели и задачи другие. И понятно, что они не владеют в совершенстве антимонопольным законодательством. Ну, как они нам передают? Наверное, это нужно расценивать так. Ведь мы, когда возбуждаем дело, даже вот давайте, даже в этом разница, они возбуждают дело, у них, в принципе, они считают, есть факт. Мы возбуждаем дело. Как правило, факт они берут из ваших же актов. Да, да, да. А мы возбуждаем дело, у нас есть признаки. И вот по их усмотрению они видят эти признаки и нам их передают. То есть они же не передают, типа, это картель, точка. Они передают и говорят, что вот мы смотрели материалы, ну вот, да, нам кажется, картель, но вы вот посмотрите, дайте свое заключение. А там, естественно, слово за специалистами ФАСА. Ну вот, к сожалению, на практике, как раз, если обратную связь отдавать, да, что на практике они это не видят. То есть у них нет заинтересованности ни в глубоком разбирательстве этого вопроса, то есть идентификация конкретного антиконкурентного соглашения, как картеля в понимании 11-х статей. Поэтому на практике 17-я статья, она тоже через МВД попадает именно как уголовный картель. А так как и ФАСА, и МВД, это все-таки исполнительная власть, вот как-то можно, ну, чтобы народ не думал, что вы как-то совсем по-разному работаете? Мы встречаемся, мы пытаемся их обучать тоже, ну, в частности, за себя говорю. То есть я провожу закрытые тоже совещания с органами МВД, меня приглашают, меня приглашают в Федеральную службу безопасности на свои какие-то совещания, и мы прям вот так, как вот, ну, естественно, свои подходы, как мы видим, и мы даже им даем свои рекомендации, ну, понятно, по антимонопольному законодательству, что бы нам было интересно, а они, ну, естественно, говорят свои какие-то интересы и прочее, прочее. Ну, все-таки это вопрос права, может быть, усилить взаимодействие с прокуратурой, как надзирающим органам, потому что они, собственно говоря, вопрос применения права. Конечно, конечно, и, кстати, они тоже передают нам материалы, тоже мы с ними в кулуарах, ну, даже не в кулуарах, мы на открытых площадках с ними собираемся. Но я услышала вас, это проблематика, конечно, она есть. Нам самим иной раз не хватает их поддержки, их помощи, а они говорят, что мы не понимаем, что вам дать, да, и так далее. Ну, я услышала, поэтому это вот стоит одной из задач межведомственное, вот такое системное взаимодействие. Субтитры создавал DimaTorzok